и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий снова разговор об альтернативе в общем на столе у меня здесь завал на том столе завал в гараже завал работы по лебедю приостановлены потому что в первую очередь нужно сделать заказы но есть и приятные моменты значит от александра пришла вот такая коробочка это подарок и со слов александра здесь генератор с автомобиля audi q8 и александр говорит что здесь не совсем обычный генератор он не имеет ни магнитов он не имеет а мотки возбуждения но тем не менее он как-то как-то работает общем какие-то платы электронные там их изуродовали ну а генератор вроде бы как целый в общем кому интересно смотрим погнали скрываем обалдеть в общем я такого не видел это какая-то электроника с этого генератора это ребята вот этот генератор не крыла себе вот эта электроника здесь по ходу стояла ну провод здесь обалдеть даже не знаю здесь сечение это что-то как говорит александр и новый такой генератор 96000 стоит то есть владельца audi q8 не позавидуешь обалдеть вот такую вот сына и намотана и судя по всему вот видим здесь параллели значит созвонился с александром он говорит более десяти лет занимается автомобилями но даже он такой генератор видит впервые значит вот этот генератор это не он распилил это какие-то там уже ребята распилили пытались достать обмотку в общем сдать его на металлолом и александр его просто у них от купил горит генератор неразборный полностью неразборный даже вот здесь шкив ему пришлось срезать его болгаркой потому что он также был неразборный разбирается генератор уже после после вот такого вандального вскрытия кстати кстати вот здесь вот на нем вот такая маркировка и больше здесь абсолютно никаких опознавательных знаков александр говорит что такой генератор ставят на бензиновый двигатель и в итоге получается отличная сварка постоянного тока ну шина здесь явно позволяет варить даже четверкой потому что здесь в параллели значит раскрутил разобрал вот так вот этот генератор шикардосно выглядит внутри просто песня вот такой вот ротор никаких обмоток возбуждения и этот генератор работает по принципу возбуждения остаточной намагниченности на роторе то есть с помощью конденсаторов возбуждается как обычный асинхронный двигатель поэтому если мы это все соберем подберем сюда емкость то мы без проблем его запустим как генератор значит здесь у нас есть вывод плюс вот это здесь минус ну и здесь видимо выходят какие-то сигнальные провода но для понимания там работает этот генератор либо нет на роторе увидел qr-код от производителя а давайте его отсканируем посмотрим что нам выдаст телефон там есть опа результат вот такой вот и все такой вот результат можно конечно проточить наклеить магниты но витков статорных обмотках ну наверняка будет мало чтобы заряжать аккумуляторы собрал назад генератор кстати друзья вот здесь вот в торце а здесь магнитик получается в ответной части какой-то датчик холла стоит это было сделать непросто но против молотка и стамески этот блок все же не устоял расцепил но прилеплен он здорово короче вот это все же похоже что это мощные диоды то есть вот этой частью они сидят на радиаторе на вот таком огромном и он же он же и и крышка задняя генератора вот здесь в общем какая-то еще ерунда над конденсатор и вот здесь какая-то черная коробочка секретная непонятно что в ней но придется ее раздолбить посмотреть что же там кстати везде вот какие-то контрольные выходы то есть куча еще каких-то датчиков цепляется видим 33 и здесь по 2 то есть с каждой фазы выходит еще по 32 провода вот так вот здесь само собой на выходе выход есть здесь вот кстати напись есть смотрим это раздерибанил вот так вот это все читаем а кстати на qr-коде вот этот номер пробивается красу не высвечивается то есть получается это qr-код набит ну а с этой же стороны на валу стоит магнитик здесь видимо что-то считывает его импульсы какая-то штукенция но это явно намотан конденсатор явно то есть получается вот это вот спаренные диоды 6 штук интересно если их как-то отсюда раздерибанить и замерить сейчас посмотрим оттер конденсатор какой-то с непонятными надписями что это конденсатор это точно конденсатор но на нем написано 18 плюс видимо какой-то сексуальный то есть у кого возраст меньше 18 на него смотреть нельзя раздерибанил я эту секретную коробочку вот так вот это там было туда стояла здесь два витка вот такой вот шины то есть это что-то типа дросселя интересно магнитится внутренность либо нет да магнитится еще как то есть получается получается что это ухты ёмае он примагнитился конкретно то есть получается что это какой-то дроссель кстати на диодах здесь также металл еще больше раздерибанил эту платку значит то что это конденсатор не оставляет никаких сомнений то есть это это конденсаторы видим пленка намотана все как все как положено емкость не знаю так это еще один конденсатор вот его но интересно что же тогда зачем тогда там магнит на валу к чему оторвал этот конденсаторы отсюда и видим у них контакты с были с боков вот здесь и здесь и прикол в том что они работают вот сейчас пробую показать ну вот я пик и он пошел заряжаться все он зарядился обратной стороны снова пошел заряжаться даже вот этот раз дерибаниной он также работает в общем остается вопрос открытым зачем на валу в торце магнит в общем здесь только вот изоляция то есть две пластинки одна и вот вторая и между ними изоляция то есть явно здесь никакого датчика вряд ли он есть есть осталось это все скрыть ну расцепляйся друзья здесь вот какая-то все же ерунда было и что это такое улом интересно зачем там магнит что он здесь меняет одна половинка конденсатора выходила вот здесь вторая половинка вот здесь между ними магнит и он как-то влиял ну что осталось прозвонить диоды посмотреть диоды ли это либо нет взрыв вот эту защиту вот видим вот вот здесь вот куча волосков они все красиво при подпаяны а вот здесь вот они полностью раздерибанены ну и черные сгоревшие вот такой вот так вот будет видно вот так и обратно то есть иди вот это целый вот здесь вот например вот этот все у него кз вот это все раздерибанил все уже начал убирать мусор но мысли того зачем на валу магнит я так и не понял но прикол слышно где то болтается как шарик как вам такое и похоже он здесь под этой крышечкой ничего неестественно тарахтел какой-то изоляционный выход в общем покуда я его отсюда не вырубил и все все перестала тарахтеть значит стало очень интересно насколько же полюсов на самом деле этот генератор и как он намотан значит посчитал зубцы их на статоре 72 зубца ну и для общего развития посчитал зубцы беличей клетки их 56 кстати они со скосом так а вот с какого паза и в какой лежит катушка но разобраться очень сложно потому что не видно ответной части но судя по внутренним виткам я так полагаю что катушка лежит с первого в шестого паз одна катушка лежит в пазу и она лежит с первого в шестой паз и тогда в принципе все сходится то есть здесь 12 полюсов и по факту ну вот я уже отыскал вот здесь вот такая намотка то есть это если был двигатель он был бы на 500 оборотов 12 полюсов то есть если же ли мы на этом роторе наклеим 12 полюсов то мы получим полноценный блдс двигатель причем очень мощный либо же генератор правда напряжение будет небольшое но ток будет будь здоров кстати если вы хотите увидеть этот генератор на магнитах ну с вас лайки как минимум я не знаю сколько чтобы я с него сделал генератор ну-ка как минимум 500 лайков под этим видео потому что это все стоит денег и просто так сделать ради любопытства это ну очень накладно есть очень большие сомнения в том что я смогу его возбудить потому что токарный станок больше 1000 оборотов раскрутить я не смогу но для того чтобы зажать этот генератор станок здесь не получится просто подпереть центром поэтому пришлось изготовить вот такую вот пимпочку с центрами сейчас покажу в общем вот такую здесь она будет налазить на вал значит этой стороной она должна плотненько войти на вал ну а здесь мы центром подопрем так друзья значит генератор патроне токарного станка все поставил все крутится все нормально и за кадром я уже здесь разные варианты пробовал максимум что могу разогнать свой станок это там 1100 ну по 1200 оборотов и на этих оборотах генератор не возбуждает от слова совсем то есть ну явно ему нужно хотя бы 3000 оборотов значит у меня есть две банки по 100 микрофарад вот одна вот вторая и возникла такая мысль взять конденсатор кратковременно подсоединить к аккумулятору то есть частично и подзарядить и затем в момент когда генератор будет крутиться разрядить его через обмотку и посмотреть будет у нас здесь какая-то генерация либо нет я думаю вам это тоже будет интересно в общем смотрим в общем на словах сказал но ничего не показал в общем попробую исправить эту ошибку два провода выход с двух вас два конденсатора параллели 200 микрофарад один вывод с конденсаторов подсоединен второй сейчас будем пробовать подсоединять тестер переменка запускаем 1170 оборотов ноль ну и абсолютно никакой реакции ну а теперь возникла мысль все же конденсатор зарядить и разрядить его через обмотку и посмотреть возбудится ли этот генератор один конденсатор подсоединил на одну фазу второй конденсатор на второй фазе и мало того этот конденсатор я зарядил плого питания в данном случае на нем 40 вольт но это уже так чувствуется включаем нет не возбуждается не возбуждается не возбуждается все таки оборотов очень мало обороты 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 друзья ну я думаю результат понятен обороты на валу этого генератора очень низкие чтобы он возбуждался друзья надеюсь это видео для вас было интересным и полезным особая благодарность Александру что он не пожалел своих денег и прислал этот генератор на истязание и именно благодаря Александру многие из нас узнали что на автомобилях применяются генераторы не только щёточного типа но и как видим бывают генераторы с конденсаторным возбуждением причем этот генератор стоит ну совсем не на дешевых автомобилях ну в данном случае это на ауди q8 на этом все друзья всем здоровья мирного неба побольше позитива побольше альтернативной энергии и до новых видео всем пока пока